Сразу скажу, что данные лягушки, хоть считается, что они ядовиты, они ядовиты, но в природе. В условиях содержания, в домашних условиях, эти лягушки становятся полностью безвредными. С чем это связано? Связано это с тем, что данные лягушки яд сами не вырабатывают. Они его получают из тех насекомых, которых они поедают во влажных лесах Южной Америки, в Амазонке. К сожалению, обеспечить в условиях России данным кормом просто не представляет возможным. Были такие вопросы, задавали о том, что, ну а если мы вдруг найдем вот именно вот это вот кормы, будет ли данная лягушка ядовита? Нет, не будет. Потому что данного насекомого, а это маленькое такое, маленькое насекомое, желтенькое такое цвета, даже в природе найти невозможно. Да, лягушки их находят, а содержать уже невозможно. Поэтому сразу обеспечиваем о том, что данные лягушки не ядовиты. Итак, те виды, которые содержатся в России, конечно, в мире содержание гораздо большое, те, которые распространены в России. Первое. Дендробатисы. Достаточно очень большое количество морфов. Допустим, у ауратусов порядка 50 морфов. У тинкториуса где-то 40 с лишним морфов. Лейкомилосы 4 морфы, которые существуют. Из них 3 есть в России. Адельфобатис галактонотус. Содержали в России только одну морфу. Это галактонус оранж. Вроде говорят, что стала появляться морфа галактонотус ред. На самом деле, это тоже самое оранж, просто более яркие. Сейчас появилась еще одна морфа. Это голубые галактонотусы. Есть еще желтые, но в России их нет. Филобатисы. Держат все эти виды, которые здесь написаны. Это филобатис ауратения, бекалор, терабелис, витатус. Чем отличаются эти лягушки от остальных? Хотя они тоже относятся к древолазам, но они немножко больше похожи на жабы. Жабовидные такие. Эти лягушки способны поедать более крупный карман, но и они очень громкие. Если разговор о том, что данные все лягушки, это лягушки дневные, это не ночные, то дендробатисов практически вообще не слышно. У меня размножаются в террариуме. Я даже не могу определить, кто из них самец, потому что их не слышно. 100% определение у данных лягушек, особенно у ауратуса, это тогда, когда самец поет. Вот в данном случае у филобатиса достаточно громкий, кроме ауратения и бекалора. Вот терабелис и витатуса громкий, ауратения громко, но потише. Бекалорчик тоже не такой уж громкий. Но в любом случае спать они не дадут, особенно по утрам, когда солнышко встает. Ронитомия. Это отдельный вид лягушечек. Очень мелкие. Средим от полутора до двух сантиметров. Скрытые. Но в то же время тоже достаточно громкие. Но очень приятное создание. И афаги. Афаги чем интересны? Это лягушки, те, которые сами вскармливают головастиков. То есть откладывается икран. Самец с самкой разносит головастиков по пазухам растений. И после этого самка ходит и в каждую эту пазуху откладывает неоплодотворённую икринку. Искусственное вскармливание практически невозможно. И если самка перестала кормить своих головастиков, они погибают. Вот в данном случае дендербайстингтонисо-бразилианер. Красивые. Согласны? Томукумаки. Их ещё называют в природе павлин. С этой лягушкой, кстати, связано очень много чего интересного. Данная морфа обитала в Бразилии. В провинции как раз Томукумаки. Река, гора, гора называется Томукумаки. В окрестностях горы. Сразу скажу, что у некоторых эта морфа граница, ареал распространения ограничивается полутора квадратных километров. Не больше. И вот на этих полутора квадратных километров обитает лягушка и в других местах их больше не бывает. Данная лягушка была, соответственно, вывезена контрабандным путём. А в Европе очень серьёзно относятся к контрабандным животным. Что сделали немцы? Они взяли эти лягушки контрабандные и подарили немецкому зоопарку. Берлинскому. Соответственно, берлинский зоопарк сделал в содержание. Оформил всё нормально, оформил их как дар этих лягушек и размножил. И после этого стал их официально продавать. Кстати, во всей Европе все зоопарки продают своих животных, кроме России. В России такого нету. Хотя сколько уже поднимали этот вопрос о том, что вы будете этим зарабатывать, в зоопарке. Возьмите возможность, дайте, чтобы продавать. Нет, Россия не хочет этим заниматься. А в Европе это считается нормальным. Так и в данном случае, вот эта лягушка стоила год назад порядка 150 евро. Детёныш. Да. Сейчас она стала стоить 45 за год. И этому послужило именно то, что официально признали её официально везённой. На неё стали выдавать документы. И, соответственно, она уже не считается браконьерской. Поэтому цена на неё сразу упала. Азолиус. Самая распространённая лягушка. Очень простая в содержании. Живёт группой. Ну, я могу сказать, что она достаточно очень самая красивая. Есть морфы, которые потемнее. Есть морфы, которые немножко посветлее. Есть те, которые с мелкими точками. Есть, кстати, даже ещё морфы, которые вообще практически без точек. У них светлая такая голубая спинка. Очень забавная. Лягушата. Это пошли ауратусы. С ауратусами всё гораздо сложнее. Если с морфами тингтодиусов ещё как-то можно определить. Хотя тоже всё очень тяжело. Почему? Потому что сами головастики, они всё больше в части похожи друг на друга. И какой-то продавец разводит головастиков, который купил по одним названиям, но он хочет побольше на этом заработать, и он придумает своё название. И он продаёт по другим названиям. Так называемое коммерческое название. Кстати, Азуреусы, вернёмся назад, их продают в Америке под названием Сапфир. Ну, похоже, да. Но, опять-таки, от этого морфа-то не изменяется. Хотя вот из-за этого создаётся большая путаница. Вот у ЛКП тоже есть несколько названий. Ну, прижилось именно вот это вот. Ауратус Эль Капен. Ну, мы называем в данном случае это лекомисов и леечками. И вот Пуэрто Акучаро. Я не выгодил, честно говоря. Во всём мире принято называть их просто номинатом. То есть, это номинатная форма лекомисов. Есть ещё несколько видов. Здесь они, кстати, не представлены. Потом, может, покажу. Это галактонос оранж. Вот то, что я говорил. Есть красная форма, есть жёлтая форма, есть голубая форма. Это вот те, которые есть в России. Это оранж. Они тоже ещё отличаются по количеству содержания оранжевого цвета. Где-то... Ну, опять-таки, коммерческий ход. Вот, допустим, адельфобат с галактонос оранж 75%. Адельфобат с галактонос оранж 50%. Ну, от того, какое количество цвета у неё нанесено на спине, морфа-то не изменится. Это генетические особенности отдельного головастика, отдельного лягушонка. Но никак не морфа. Коммерческий простый ход. Вот, кстати, голубой галактонос. Хорошенький, да? Филобат с ауратене. Немножко, конечно, фотография не передаёт. На самом деле у неё такие зеленоватые верхние полоски. Они не в белёз, они именно зеленоватые. Салатово-зелёные. И вот лапки, как звёздное небо. Они прямо достаточно очень яркие точки. Очень контрастные точки. Как будто горят. А вот филобат с бекалорчиком. Обратите внимание, что я, помните, говорил о том, что это именно тот вид лягушек, который может поедать более крупные корма, потому что они жабовидные. Обратите внимание, какой у неё здоровый род. По сути дела, вот эта маленькая лягушечка может спокойно взять крупного зоофобуса. И схомячить только в путь. Тоже очень интересное название. Мы всё привыкли и считаем, что правильно называть это именно по латыни. Но есть ещё и русские названия. Достаточно очень красивые. Авратус. Красящий древолаз. Дендрабатус азуреус. Голубой древолаз. Вот обратите внимание, что ниже ещё есть дендрабатус тинкториус, пятнестый древолаз. И азуреус. Мне иногда задать вопрос, а почему они здесь разведенены? Хотя азуреус относится тоже к тинкториусам. На самом деле к тинкториусам он стал относиться достаточно недавно. Раньше его выделяли в отдельный вид. И поэтому для него существует отдельное название. Лейкомилс. Священный древолаз. Это те, которые, помните, жёлтенькие с пятнышками и полосочками. Ранитомия. Фантастический древолаз. Адельфобатс и галактонос. Обрызганный. Помните оранжевый? Как будто вот, правда, его обрызгали. Эксидобатс мистериус. Загадочный древолаз. Тоже очень специфическая лягушка. Она как не прыгает. Она как будто вот ходит. В перевалочку, не спеша. Но лягушка высокогорная. И для её содержания нужно всё-таки в ветераре делать охлаждение. Содержать её в условиях нашей зимы, когда включено отопление на полную программу. Или в условиях нашего лета, когда температура достигает 30 градусов. Очень проблематично, потому что эта лягушка не переносит такие температуры. Филобатса уротени. Золотистой полосой. Вот опять-таки. Вот называют её ротени золотистой полосой. А на самом деле есть и зеленой полосой, и желтой полосой, и красной полосой. Ну вот почему-то назвали её именно только золотистой полосой. Филобатса белоколор. Двухцветный листолаз. Давайте вернёмся, посмотрим на него. Два цвета. Ну я бы сказал, что здесь гораздо больше цветов. Так, филобатс свитатус полосатый листолаз. И их садобатс энтони трёхцветный древолаз. Это вот последние два, которые были раньше очень широко распространены в России, но из-за их громкого пения они всё меньше, 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 меньше их разводят. И поэтому натих сейчас становится достаточно проблематично. Хотя на самом деле лягушка достаточно красочная и беспроблемная. Самое лёгкое в содержании. Ну и из-за их вот звуковых трелей в содержании многие отказываются. Распространение. Как вы видите, большинство лягушек распространены именно в Южной Америке. Вот это ареал распространения как раз тинктуриусов. А вот такой вот кусочек это распространение уже ауратусов. Они пересекаются. Ну, есть несколько, кстати, островов, куда эти лягушки завозили специально. Переселяли. И они там прижились. Хотя на самом деле для них это не совсем правильное существование. Ну, живут, живут нормально, хорошо. Описание. Практически большинство этих лягушек, не считая ранитомии, они от 4 до 6 сантиметров. Срок жизни практически у всех идентичен. В районе 10 лет. Хотя есть сведения о том, что тинктуриусы жили до 20 лет. Но опять-таки это сведения подтвердить практически невозможно. Потому что некоторые лягушки были открыты в конце прошлого века. И времени еще не прошло, пока их развели, пока поняли. Вот, по крайней мере, у нас есть 8-летние. Поэтому то, что живут больше 10 лет, ну, не могу сказать, у нас, по крайней мере, еще не жили. 8-летние, да, 8-летние есть, и до 8-летние живут нормально. Единственное, только что, вот в районе 8 лет они уже перестают размножаться. Или же, если, допустим, самочка 8-летняя кидает икро, то очень большое количество неоплода. По содержанию все тоже очень специфично, отдельно для каждого вида, отдельно для каждой морфы. Есть те виды, которые можно содержать вместе, и они будут спокойно содержаться группой, группой размножаться. Причем иногда бывает о том, что в баночку сначала заходит одна самочка, откладывает икру, потом заходит вторая, потом заходит третья, и так и несколько раз подряд. А есть те виды, которые одна самка отложила, вторая самка пришла и сожрала эту икру. Все очень индивидуально, не только между каждой морфой, но и между самой группой. Есть сведения о том, что дерутся только самки, хотя на самом деле дерутся и самцы. Хотя тоже парадоксально, потому что в данном случае должны реагировать именно самки. Самки между собой начинают драться. Ну вот, по крайней мере, были даже у нас такие случаи, когда дрались именно самцы. Вполне возможно о том, что это связано с особенностями индивидуальными, каждой лягушке. Вот у меня жила группа, жила нормально, хорошо, полтора года. Как правило, они начинают размножаться, хорошо начинают размножаться в полтора года, хотя ураутусы у меня и 8 месяцев клали икру, и икра была оплодотворена, и выходили нормальные головастики, но это больше, скажем так, исключением. Отсчет мы всегда идем от полутора лет. Если в полтора года группа не начинает размножаться, это уже сигнал о том, что что-то в данном случае не так. Температура. Обычная комнатная, без всяких подогревов. От 21 до 28 градусов. 29-30, да, не выдерживают. 19-18 градусов, да, выдерживают. Но опять-таки, это выдерживает, это не температура содержания. По поводу объема. Вот есть, помните, я рассказывал про ренитометти, который лягушке от полутора до двух сантиметров. Как ни парадоксально, лягушка очень маленькая, но вот объем содержания требует к себе очень большой и нормально размножаться, и нормально существовать. Она будет только в объеме, который гораздо больше, чем, допустим, нужно для содержания тех же самых тинкториусов или ауратусов. Если на террариум 30-30 на 30 кубик, ну, всегда, то все террормисты делают расчеты именно по, не знаю, почему это связано, именно по размерам экзотеры. 30-45-60, вот это стандартный размер. Мы берем кубик 30 на 30 на 30. Три-четыре лягушки можно посадить лекомилсов, можно посадить тинкторисов, ауратцев. А вот уже ренитомия хорошо, если посадить можно только двух штук. Потому что здесь, в данном случае, размер не столько играет значение, сколько играет значение именно их требования к окружающему. Они очень территориальны. Оформление. Лягушку можно содержать даже в обычном контейнере с поролоном. Но можно и оформлять красочные террариумы, которые, в данном случае, ну, как правило, лягушки влияются больше дополнением к такому террариуму, чем наоборот. Это вот Денис Игнатов из Тула, его красочные террариумы, обалденные террариумы. И вот в таких террариумах, как раз, где-то там, в траве, находятся баночки, куда приходит самочка, откладывает икру, потом приходит самец, забирает главастиков и разносит по пазухам вот этих вот растений. Ну, давайте теперь с вами поговорим по оформлению. Вариантов оформления огромная куча. Просто огромная куча. Можно делать, как специалисты из Закома. Можно делать, как делают в Европе. Можно делать на поролоне. Можно делать на фольжне с пустотой. Вариантов много. Ну, вот проведемся по некоторым из них. Первое. Фольжно. Я, например, предпочитаю использовать именно такой вариант оформления, когда вот эта решеточка, решеточка, это от подвесного потолка Амстронга. У нее полтора на полтора сантиметра ячеечка. Обтягивается обычно спамбондом. Или же есть такая ткань, называется карпет. Это акустическая автомобильная ткань. Чем она хороша? То, что она держит влагу. И в данном случае при использовании карпета можно обойтись полностью без земли. Влажность будет поддерживаться. И этот карпет зарастает мхом, хорошо зарастает. Два варианта этого карпета. Это темно-серый, так называемый асфальт, или черный. Я вот предпочитаю всегда брать темно-серый. Мне больше нравится. Без грунта, очень замечательно. Хорошо за счет того, что края спущены вниз. Внизу всегда находится вода. Получается о том, что вода касается карпета. И пока карпетуют, вода впитывается, распространяется по все ткани. Обязательно, что нужно сделать, это точку слива. Вот почему я сказал, что нежелательно содержание на керамзите. За счет того, что керамзит сам по себе объемный, легкий, конечно, здорово, хорошо, но он выталкивает воду. И в данном случае при наличии пустого дна там будет содержаться, допустим, 5 литров воды. А если вы туда нальете, насыпаете керамзит для поддержания влажности, то воды там уместится. Хорошо, если только пол-литра. Когда это один террариум, это замечательно, это хорошо, можно делать таким образом. Когда два, можно делать. Когда пять, десять, пятнадцать, то в данном случае вы следите за наличием такого количества террариумов, чтобы не перелился, проблематично. когда вы уже обзавелись пятнадцать террариумов, вы задумаетесь о том, что вам тяжело брызгать вручную. Вы покупаете автоматические поливалочки. А здесь еще становится тяжелее, потому что автоматическая поливалка брызгает, опрыскивает, все замечательно, все хорошо, влажность повышенная, а перелив постоянен. Через два-три дня вы будете оттуда воду сливать. Ну, опять-таки, если у вас маленькое количество, то самый простой, конечно, способ, это именно на керамзите. Фон. Тоже огромное количество возможностей оформления, так, чтобы было приближено к природным. Чтобы это было все-таки визуально, вам нравилось, как выглядит ваш террариум. Можно использовать два вида пробкового агломерата. Это строительный материал. Есть черный агломерат, есть белый агломерат. Разница между ним, то, что черный получается путем спекания фракции коры и пробкового дуба. А белый просто с клеиванием. Хотя многие отказываются от белого, говорят о том, что там используется химический клей. На самом деле, ничего химического там нет. У меня тоже были террариумы и с белым агломератом, и с черным агломератом. Его минус только один. Он через год-два полностью начинает разрушаться и рассыпаться. Черный держится дольше. Хотя, как ни агломерат, черный агломерат. Белый, черный. Вот, если обратите, белый, он все-таки более рельефный. Потому что черный получает все-таки после того, как спекли, его начинает резать. Кстати, когда его покупаешь, вытаскиваешь из коробки, все руки потом у тебя в саже. Но через какое-то время все это проходит. Красиво, здорово, хорошо, но сыпется. Еще один минус этого агломерата. Как вы знаете, то, что коропробка дуба никогда не держит в себе влагу. Никогда. она не намокает. И поэтому растения по этому агломерату расти не будут. Что-то можно приколоть, но чтобы у вас взросла полностью вся стена мхом, такого никогда не будет. По нему не мог, никакие вьющиеся растения расти не будут. Второй аудиент, который мне, ну, я, хотя раньше пользовался я только этим, я потом ушел от него, но все равно мне очень нравится. Это берется та же самая решетка, которую я показывал для фольжна. На нее наносится монтажная пена. Монтажной пеной делается какой-то рельефчик, выпуклости, горбики, все, что угодно. К ней же потом накладывается коряги, пробковая кора, которая держится за счет именно самой монтажной пены. И после этого все, это вот обмазывается силиконом и обсыпается или песком, торфом, кокосом. Какие нюансы есть при данном оформлении? Первое. Для того, чтобы пробковая кора прилипла к монтажной пене, пробковая кора должна быть влажной. сначала сбрызгиваете, потом уже наносите на нее монтажную пену и прикрепляете. Держится хорошо. Силикон, который наносите на эту монтажную пену. Здесь обратно. вся обсыпка, которую вы посыпаете силикон, должна быть только сухая. И если попадет влага, ничего это не приклеится. И вот поэтому по оформлению кору намочить, потом это высушить, потом это сделать, потом посыпать, не дай бог, что попадет влажная, очень проблематично. Поэтому от этого варианта я отказался. Хотя террариум получается очень красочный. Экструдированный пенополистирол. По сути дела говоря, плотный пенопласт. Классная вещь. Я пришел сейчас к нему. Почему? Первое. С ним можно делать все, что угодно. Вырезать какие угодные фигуры, красить как угодно. В общем, лепить из него можно все, что захочешь. Он хорошо очень клеится между собой, хорошо красится, если можно красить. На него также наносится монтажная пена, на него также наносится силиконовый герметик. Но самый большой его плюс в том, что его можно вырезать под размер, чтобы не было щелей. Потому что лягушки любительницы залазить в любые щели, которые вы оставите. Если вы оставите какой-нибудь щель, они залезут у вас под этот фон и будут там долго существовать и вы их не будете видеть. У меня группа оранжевых галактонутусов жила порядка больше года. Я ее купил, поселил. Соответственно, они все забились у меня под сам фон. Я через год я знал, что там у меня оранжевые галактонутусы, но я даже не помню, сколько штук. Я видел хорошо одессе одной и двух. Но прошел момент, когда они начали нести, они все выползли, я с удивлением узнал, что их там пять штук. Для меня это было удивлением, потому что они вечно прятались. Дабы избежать все варианты чтобы они были на виду. пришел именно к этому способу, когда вырезается. Пенополистирол держится обычным ножом, вырезается по миллиметру можно вырезать и добиться такой точности, что нож не воткнется в расстояние между стенкой и самим фоном. В данном случае использовался желтый. Видно, что желтого цвета. А есть он еще серо-голубого, цвета, который в последнее время я его использую. И вот для того, чтобы было понятие рельефчик. Видите, вот здесь вот, вот это как раз обрез. Здесь у меня сделаны какие-то полочки для того, чтобы сюда потом размещать растения. Можно осыпать сюда землю. Как еще очень легко он обрабатывается. Некоторые пытаются резать его ножом. Это не получается. Это получается очень много крошек. Я просто паяльник. И паяльником да, воняет. Ничего с этим не поделаешь. Но зато можно сделать изумительное. С другой стороны посмотришь, он провел полосу паяльником. Она получилась ровная. Разная глубина, но ровная. есть специальная зажигалка для сигар. Так с таким хорошим давлением, как мини газовая горелка. Берете такую зажигалку, проходите по тому месту, по которому вы провели паяльником, и у вас этот шов раскрывается. А вот насколько он будет раскрываться, будет зависеть от того, как долго вы держали зажигалку над данным фоном. и конструируйте как хотите, вам нравится, переделывайте. После этого взяли, посмотрели, взяли баллончик краски, покрасили в тот цвет, который вам нравится, после взяли герметик, помазали герметик, посыпали песочком, кокосом, и у вас получилось то, что вы себе задумали. Хотите картину, да ради бога, картина. Я помню, я рисовал всевидящее око. Ну, что-то мне треугольник у меня получился, когда делал. Да почему треугольник? Хорошо сделан всевидящее око. Получилось всевидящее око. Рисуйте как хотите, потом обмазывайте это разноцветное и у вас получается разноцветный рисунок втираль мя. Ну, развлекаетесь. Самый худший вариант, который существует, но самый красивый. Это сама кора пробкова дуба. Ее можно выварить, распрямить ее между двумя листами. брал два листа ДСП, вывалил как раз коробку дубка, положил между двумя листами и сушил где-то наверное месяц. Она стала ровненько, классная, замечательная. Вырезал ее под размер, положил ее, засунул на задний фонд террариум, включил там влажности через месяц у меня кора как была так и скрутилась. Процесс вываривания. В кастрюлю он мне полностью не залазил, поэтому я сначала один кусок засовывал туда, потом другой кусок засовывал. Самое главное не столько ее выводить, самое главное чтобы она нагрелась. Нагреть ее допустим в духовке, скорее всего она просто загорится. Поэтому здесь ее нагреть в духовке не давал обычно газон, с водой конечно вываривание. Можно некоторые говорят добавьте туда соль, она меньше будет гнить. Как коряги вываривают, зачем их выварить в соли? По сути дела для того чтобы они меньше гнили с одной стороны. С другой стороны процесс вываривания солью коряги это на самом деле у столяров называется быстрый сушка. Потому что вода солью замещает все соки дерева и вода даже если она соленая она испарится гораздо быстрее чем испарится соком внутри самого дерева. И для того чтобы быстро высушить дерево ее надо выводить. Продокс. На самом деле так он и есть. В данном случае просто идет нагрев самой коры а потом дальше просто ее вот она становится мягенькая ее распрямляешь ее сушишь но потом помещаешь в террариум она снова сворачивается. Даже если ее сделать на монтажную пену закрепить залить монтажную пену ну дело времени не через месяц вернется через полгода она свернется. Даже иногда не сразу понимаешь о том то что она начала отходить от самого основания и там появились щели и лягушки забиваются. Мне привезли террариум на оформление который месяц стоял у меня. Ну руки до него не доходили но стоял вместе так же с такой корой а потом я эту кору отрываю там лягушонок тот человек который продавал террариум он знал что у нее лягушки он знал количество лягушек но одну не нашел потом сдохла а на самом деле вот она забилась она месяц у меня сидела без еды чем она питалась до сих пор не знаю даже не месяц побольше хотя честно говоря очень красиво если делать полностью на натуральном фоне есть фоны которые продают кстати пробковый дуб который продается здесь у нас сейчас на выставке и вообще в России это в 99% пробковый дуб который произрастает в Сочи настоящий пробковый дуб растет в Седиземноморье и допустим на гербе Португалии тоже изображено дерево это именно пробковый дуб есть фоны которые изготовлены в Португалии да вот их можно использовать достигаются они путем того то что кора вот именно пробкового дуба там склеена так как клеит фанеру знаете как клеит фанеру для того чтобы она не гнулась просто направление полос их делают крест-накрест и чередуют таким образом листы в данном случае один слой он не позволяет искривиться другому слою вот в данном случае у португальского фонов сделано то же самое они многослойные вот их можно использовать да с ними ничего не произойдет но их цена баснословная грунт чисто индивидуально кому как хочется кто хочет использовать грунт кто не хочет использовать грунт но есть разработанный состав грунта который скажем так желательный для биотопного террорема вот в данном случае состав сейчас представлен здесь состав немножко видоизменен видоизменен именно мною по своему опыту объясню сейчас почему вот вторая пункта полчасти торфа а иногда без него в зависимости от состава грунта для орхидеи грунт для орхидеи а вот мне написано вот он в данном случае обратите внимание название фирмы я использую только именно эту фирму для состава именно этого грунта найти ее достаточно проблематично хотя стоит пакетик от 60 до 80 рублей два с половиной литра классный очень грунт и он больше всего напоминает именно где она у меня здесь вот древовидный папоротник фритерн к примеру сказать то что вот данный папоротник стоимость его 350 рублей за литр а теперь посмотрите о том что очень похоже на него фирма хорошо стоимостью 60 рублей за два с половиной литра почувствуйте разницу я понимаю я понимаю то что некоторые делают один тиррадиум и говорят то что мы готовы платить любые деньги для того чтобы вот у нас было все замечательно все хорошо как советуют многие да я понимаю людей но давайте посмотрим с другой стороны вот этот папоротник девовидный он будет разлагаться в течение 10-15 лет замечательно здорово хорошо но у нас смотрим две части сосновой коры или даже коры пиния а она разлагается за 3-5 лет зачем нам тогда использовать такой папоротник такой дорогой если все равно потом через 5 лет данный состав уже будет недействительным но его придется менять не то что придется менять поэтому да советуют да считают что здорово да хорошо но я не вижу смысла переплачивать кстати вот как вариант обратите внимание то что мне написано приблизительный размер фракции а теперь давайте посмотрим а как мы добьемся вот эту фракцию если вы приходите в магазин цветочный магазин покупайте сосновую кору да даже может если пошли в лес вы купили не купили нашли там сосновую кору содрали его с дерева понесли домой как вы будете достигать вот такого размера скажу сразу сначала я ломал вручную плоскогубцами у меня все руки были в синяках все были в мозолях только через год на каком-то сайте орхидеи я прочитал как пользуются орхидейщики обычная старая мясорубка через мясорубку пропускаете я сейчас и уголь прогоняю через нее и кору сосны идеальные получаются они все прямо как на подбор фракция это как раз именно то что нужно да это вот который это знаете как анекдот когда солдат приходит в институте нарисуйте круг он берет круг рисует профессор говорит идеально повтори он снова раз круг идеально а как ну ты два года покрути мясорубку тоже так же будет вот я сидел крутил слушай керамзит это не лягушки на нем содержится это основа фальшнам то есть это ну опять таки можно почему нет если вы снова подойдете к нашему стенду и посмотрите у нас основное отирание представлен там вообще галька хороший вопрос и сделаю вам хороший ответ лягушкам главное не то где они содержатся а там как их кормят им все равно если им захочется они будут сидеть на стенках если им захочется они будут сидеть в пазух листьев поэтому чем вы покройте дно керамзитом галикой будет у вас поролон или будет там мох или еще какие-то большие растения им все равно главное чтобы там хватало корма по поводу озеленения я не помню здесь у меня есть по озеленению нет чем больше зелени в террариуме тем проще поддерживать влажность это то золотое правило которое должно быть поэтому многие используют именно мох и покровники именно для того чтобы увеличить площадь чтобы поддерживать влажность а так абсолютно разницы нету как будет вам красивее коряги ну про вываливание я вам уже сказал ну вот мопани мангара все конечно понятно все замечательно хорошие деревья которые постоянно тонут обрабатывать их ну по сути дела не надо долго не гниет хорошо зарастает мухом но дорогие использование дуба тоже замечательно тоже хорошо но даже корни дуба имеют свойство гнить есть несколько вариантов частей дерева которые я бы советовал использовать это сувель и когда береза если даже брать березу береза начинает разрастаться из одного ствола на два если присмотритесь увидите то что как будто такой стык как склейка когда она начинает немножко горбиться вот если вот эту часть у этого дерева вырезать во первых она по себе сама очень красивая во вторых она очень плотная по древесине и также вываривать 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 в данном случае если вы берете коряги из нашего леса для того чтобы они увеличили свою плотность их надо варить солью обязательно на самом деле вы не только обеззараживаете но и таким образом достигаете варианта чтобы данное дерево у вас больше дольше прослужило в террариуме в условиях повышенной влажности листья ну скажем если вы обратили внимание в предыдущем слайде было написано о том то что в грунте используется дубовый опад кто-то использует кто-то не использует по сути дела для чего-то нужен уголь в грунте для чего нужен дубовый опад для чего нужен сфагнум почему именно такие фракции а не убрать более мелкий айцюрский грунт на самом деле в первую очередь это нужно для того чтобы грунт был дышащим так как внизу у нас находится с вами вода сверху у нас находится лампа которая сушит и все должно циркулировать и проходить и так же не должно застаиваться вода должна стекать вниз и так же все таки иметь возможность немножко испаряться и оттуда как только грунт начинает спрессовываться значит начинает закисание грунта начинается загнивание и соответственно ни к чему хорошему это не приведет и переливы болота вроде смотришь почему у тебя в одном месте болото хотя еще фольжно не заполнено значит грунт у тебя спрессовался так вот листья листья нужны для того чтобы еще и подкармливать в ту живность которая живет в земле это в основном мокрицы и ногахвостки запускает их туда ну практически 90% всех древолазолюбителей для чего для того чтобы за данным террариумом не убирать лягушки живут там и единственная уборка к чему сводится это протирка стекол и опять таки есть у меня террариумы где я даже не чище стекла потому что вот это вот налет склизкий такой скользкий зелененький налетик он тоже помогает поддерживать влажность и на случай зачем мне избавляться от того что создано природой у меня стоят несколько террариумов именно там где лягушки разводятся и поэтому они не сделаны не для красоты чтобы им любоваться а именно для того чтобы лягушкам было хорошо по поводу листьев у нас можно использовать именно дуб кстати дуб нужно собирать для того чтобы дольше не гнил именно тот который уже опал с дерева именно это должен быть опад не собранный на дереве а именно опавший и уже не листья подсушены тогда они долго будут находиться в состоянии своем первоначальном листья листья магнолия 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 произрастает не знаю вот есть у нас в ботаническом саду в Москве или нет но в условиях Сочи да даже ближе сюда магнолия встречается достаточно очень часто и поэтому собрать листья даже найти эти листья не представляет особого труда а вот дальше индийские миндали у нас уже не растет как и какао как и бананы кстати тоже используют листья бананов чем хорош именно индийские миндали его еще называют морской миндали у них плоды похожи на плоды миндаля эти листья как и ветви имеют буталицидные свойства и уничтожают разные патогенные микрофлоры я в данном случае эти листья привозил из Таиланда привозил для не использования в террариуме а для того чтобы готовить на нем раствор для головастиков да продаются да стоимость одного листа 20 рублей ну не знаю я как-то не знаю я как-то видел да вот мне нужно сейчас я на все пойду чтобы только сейчас стоит 50 рублей магнолий кстати тоже лист можно купить за 5 рублей можно за 3 рубля можно за 50 рублей есть кто и на этом заживается хотя это возрастает у нас здесь вот подошли к самому украшенному к оформлению это представлен не оригелия это те растения которые по сути дела просто необходимы этим лягушкам это не означает что лягушки без них жить не могут будут но у них есть симбиоз потому что эти все растения это атмосферники они спокойно будут расти без земли спокойно могут расти на корягах в данном случае лягушки к ним забираются для того чтобы в пазухах листьев а вот в каждом в каждом пазухе вот здесь обратить внимание видите это вода видите она блестит и также в пазухах листьев находится вода и лягушка для того чтобы отмакивать повышать свою влажность они забирают даже во время стресса или на ночь они забираются в эти растения и там ночуют и надо даже не вылазить по несколько суток им там хорошо а растение получает от этих лягушек все питательные вещества лягушка погадила все это размокло все это растворилось и все это впиталось растением растение растет еще раз повторяю вот всем неоригелием корни нужны только для того чтобы крепиться если мы неоригелием посадим в землю да она будет расти она будет замечательно расти она скажу даже больше она будет быстрее давать деток но это не означает что она не будет существовать и без них будет деток будет давать более медленнее меньше они будут и по размеру и по количеству потому что питательных веществ меньше поступает но они все равно так же будут развиваться освещение тоже очень двойственный вопрос лягушкам свет не нужен как и лягушкам не нужен и ультрафиолет споры ведутся уже несколько лет типа ультрафиолет необходим это необходимо да нет на самом деле им даже свет необходим они живут под полгом леса там достаточно очень ну не сказать что темно но сумеречно потому что здоровые деревья большие кроны лягушки высоко по деревьям не поднимаются ну давайте немножко еще пройдемся с вами по разнице в какую все-таки лампу взять три вида ламп существует если вы зайдете в магазин есть холодный свет дневной свет и теплый свет теплый свет это 2700 кельвинов это диапазон который больше рассчитан на то чтобы растения быстро росли и соответственно междоузли между листиками будет большое для нас как правило такой вариант не подходит потому что мы хотим чтобы у нас меньшим ухаживали за террадиумом все росло было миниатюрное росло меньше был компактнее в данном случае используется или шесть с половиной тысяч или 4400 вот два основных диапазона который нам нужен ну по поводу ламп лампы дневного освещения замечательные хороши но не экономные но у них диапазона достаточно очень большой который не дает диапазон светодиодные лампы светодиодные лампы замечательно хорошо светят практически не греют хотя не нагревается но нагревается меньше и можно немножко приподнять повыше чтобы нагрев был меньше но как только у вас температура от крышки террариума до самой лампы будет превышать предельную нагрузку данные прожектора и любые светодиодные лампы они просто перегорают потому что светодиоды не любят повышенную температуру поэтому их и делают с большими решетками радиаторов для того чтобы температуру отводить как только мы прожектор положили все они сгорели по своему примеру скажу быстрее всего сгорают те светодиодные прожекторы которые больше всего по объему то есть 20 ваттный прожектор сгорит в 2 раза быстрее чем 10 ваттный 10 ваттный больше полутора лет у меня не служит даже с учетом того что я их поднимаю на уровне стекла где-то сантиметра на 3-4 все равно они так долго не работают как об этом написано да получается дорого ищем варианты что можно использовать другое ищем экспериментируем ну в данном случае террариум которые были оформлены с помощью пенополистирола экструдина пенополистирола не скажете о том что это пенопласт на стене правда так оформление вот как раз то что мы с вами говорили по сути дело можно использовать в данном случае керамзит они используют другой наполнитель потом идет прослойка в данном случае проще всего использовать вот в этом случае это обычный спонбонд даже подходит плотностью 17 но лучше конечно брать по полотне 30 потом ABG грунт сфагнум и соответственно листья я упрощаю мне достаточно просто одного грунта а листья я кладу только в ту зону где я сыплю корм потому что корм сыпется с обсыпкой кальциевой обсыпкой она белая и не всем нравится о том то что белесое пятно я сыплю именно на листья потом листья переворачиваю все у меня не видно замечательно хорошо а сфагнум кладу местами только в тех углах где лягушки любят больше всего находиться для того чтобы ну как вы знаете сфагнум он долго держит влажность для того чтобы они там отмокали кормление самый большой минус у всех этих лягушек и почему они не так распространены это то что они питаются только живыми кормовыми культурами и мертвые и искусственная корма они брать есть не будут они реагируют только на движение два вида мухи дерзофилы это мелангостер и хидея мелангостер маленькая хидея покрупнее нет хидея у меня здесь нет в данном случае здесь фотография мелангостера хидея потемнее у него более ярко красные глаза вот если вы обратите внимание видите беленькие кормовые объекты это муха в обсыпке вот белая такая обсыпочка муха становится вот такой белесый и таким образом мы даем лягушкам все кормовые добавки витамины разные добавки для окраски для улучшения окраски ну то есть стараемся если уж не кормовыми объектами разнообразить питание то хотя бы добавками так определение пола у тинкториусов определить пол возможно в данном случае здесь сейчас представлены лапета азуреуса у ауроц практически нереально это сделать как у уронитомии то же самое есть разные техники определения пола где-то по толщине где-то по горбу то есть у кого-то у самки допустим горб он ближе к тазу у самца ближе к голове к шее у кого-то наоборот то есть каждый придумывает все что хочет но самый простой это вариант запел самец не запел самка или молодой самец так в данном случае у самца у него пальцы расплющены и расплющены в форме сердечек у самочки расплющены но уже в форме такого овальчика вот для примера мы видим вот это самочки это самца но здесь очень резко такое представленное на самом деле иногда они по размерам даже похоже но вот если посерединке вот здесь вот есть выемка вот здесь хорошо заметно самец нету самочкам вот про размножение я могу долго очень рассказывать очень интересно как они взаимодействуют между собой вообще тинкториусы они очень социальные лягушки они всегда на виду это одни из самых любимых лягушек здесь в России и мы стараемся больше предлагать именно новичкам почему вот представьте у вас запел самец вы садитесь и вот вы можете смотреть как сериалы там самец сидит на листочке надрывается поет самочка воротит нос потом вдруг подумает подумает ну почему бы нет давай самочка идет к самцу и самочка начинает ухаживать за самцом самочка она подходит сзади и начинает его гладить есть фотография вот обратите внимание вот самец видите у него лапы и самочка вот она как раз его сейчас в данный момент гладит по спине причем так нежно она сидит она ходит за ним самец может уйти в другую сторону самочка за ним пойдет снова его гладит вот кстати тоже видите самочка гладит самца такое умиление так смотришь и думаешь ну почему же у людей это не так сейчас вернем назад там видео не знаю пойдет не пойдет дальше происходит другое самец понимает то что да он заинтересовал самочку и соответственно он начинает ходить по всему материалу и показывать давай отложим здесь или здесь он уведет ее в одну баночку в другую баночку тут уже все как у людей самка начинает воротить нос ей это не нравится ей то не нравится в итоге они приходят к единому мнению останавливаются самочка типа кивает говорит да я согласен и уходит самец начинает чистить территорию очищает снова зовет самочку самочка приходит откладывает икру до сих пор ходят спросы вопросы мнения до драки доходят о том то что а как происходит процесс оплодотворения сначала самец откладывает сперва потом туда кладет икру самка или наоборот сначала самка потом самец кто-то доказывает что это так кто-то говорит что это так по нашим наблюдениям это происходит и так и так нет единого я не знаю как они между собой договариваются потому что когда одна самка еще ладно мы можем сказать что это может быть разновидно а когда несколько самок откладывают в одну баночку и все икринки оплодотворены а после самки может самец не заходить или же наоборот самка отложила икру а самец ее сидит там не выпускает сидит там до последнего так давайте посмотрим пойдет у нас видео или не пойдет не пойдет да но не воспроизводится очень очень жаль интересно очень видео вот везде тоже еще по развитию Крым сделанное фотографиями в течение определенного периода времени ну в интернете можете зайти вконтакте группа лягушариум там это видео есть и можете там посмотреть очень интересно видео так дальше после того как из окры вышли головастики на это уходит где-то от двух до двух с половиной недели головастик вышел приходит самец и головастик забирается к самцу на спину в данном случае мы всегда сторонники того чтобы представить наши фотографии поэтому можно конечно покопаться в интернете есть где на самце там сидит по 7-8 головастиков в данном случае вот у нас по одному вот здесь вот это тоже головастик и самец забирает головастик и несет его в пазуху и выпускает в каждый пазух он относит по одному головастику потому что головастики могут скушать себе подобного только головастики ну уж подходим к концу тоже задается очень много вопросов как перевозить влажности когда сечет температура по сути дела эти животные очень менее проблемные чем некоторые те же самые змеи единственное что для них должно быть это все-таки влажность для чего используется обычная салфеточка спонжик которая намочена еще в данном случае вот здесь нет хорошо бы еще положить кусочек листика для того чтобы лягушка меньше стрессовала и могла подать листик забраться и все у нас лягушки ездили в Владивосток поездом доехали нормально хорошо вопросы слушаем сложный вопрос почему потому что были эксперименты когда лягушек бросали в воду да лягушка начинала тонуть потом чего-то ее стукнуло и она начала гребсти до бега и выползала на берег ну опять-таки что ее стукнуло и будет она в данном случае в следующий раз опомнится или не опомнится или потонет у меня тонули лягушки плавать они не умеют поэтому для того чтобы не допустить таких подобных вещей можно делать водоемы и у меня есть водоемы в террариумах но с пологими берегами и недостаточно не широкие а у глубина ну сантиметров 5-7 у меня глубина достигает и ничего страшного живут и не тонут главное чтобы пологи для того чтобы даже обессильная лягушка могла выбраться на берег еще вопросы самое что парадоксальное вот в самых этих эхмеях в основном и разводятся в природе эти лягушки почему потому что в данном случае это еще и защита от других вредителей поэтому пораниться а в террариуме в террариуме хотя на самом деле да они могут пораниться да у них бывают переломы они ломают лапки бывает такое ну от растения это можно спокойно не бояться у меня есть эхмеи у меня ригели которые с шипами ничего страшного в этом нет лягушки живут спокойно развиваются и сидят только в этих растениях где-то не боится на самом деле не боится что не боится и дурак